Популярный одесский информационный портал опубликовал интересную заметку, которая обошла все местные средства массовой информации. Цитирую в полном объеме. У одного из памятников одесской архитектуры появился шанс на спасение. Вагонно-ремонтные мастерские Унгерта Штенбере, построенные в конце 19 века, выкупит известный одесский ресторатор Алекс Купер. Здания, более известные одесситам, как заброшенные цеха завода Краян, были выставлены на продажу за 195 тысяч долларов. Сбор средств на приобретение здания Алекс Купер объявил на своей страничке в Фейсбуке вечером 6 января и уже через несколько часов сообщил, что требуемая сумма собрана и уже получена согласие нынешнего собственника на покупку. По словам ресторатора, в ближайшее время он намерен выяснить все детали по состоянию зданий и инженерных сетей. Что именно планирует делать со зданием в будущем, пока не ясно. Однако есть надежда, что новые собственники не допустят его разрушения. С одной стороны, надо радоваться, что в Южной Пальмире такие продвинутые рестораторы. С другой – одолевают носталье. Работая в отделе экономики вечерней Одессы, мне часто приходилось бывать на всех одесских предприятиях. И январка в этом списке была в первой тройке. И дело тут не в истории завода, а в том, что там производились уникальные подъемные краны. Вообще-то стран, производящих такую технику в мире, не так много. Канада, Япония, США, Швейцария, Германия и тогдашний Советский Союз. Конкретно Одесса. Нет, были и другие производители. Но январка числилась в лидерах. Причем не только в производстве, но и в конструкторских разработках. В конце 80-х к заводу стали присматриваться из-за рубежа. Польша и Швейцария, если мне память не изменяет. Именно тогда фирма Липхер построила рядом со старыми вагоноремонтными мастерскими новый корпус, который должен был стать местом рождения современных кранов. Не получилось. Союз распался. Завод какое-то время поработал, а потом пришел упадок, как и остальные машиностроительные и станкостроительные производства Одессы. Мне трудно представить корпуса январки, радиалки, прессмаша в виде модных ресторанов. Причем по причине и географии. Все они находятся в бывших рабочих районах города. И соседствуют, прямо скажем, не с шикарными жилыми кварталами. Когда-то, к пору входа швейцарства в январку, мне пришлось брать интервью одного из собственников фирмы Липхера. Со мной была моя коллега из числа экологов. Она резко выступала против любого производства. Флегматичный швейцарец в ответ на ее монолог неожиданно взорвался и спросил. «Назовите мне хоть один в мире город-миллионщик, экономика которого существовала бы исключительно за счет туризма. Не найдете такого». И был прав.